Привет всем! Ну что ж, это моё, в общем-то, первое видео после посещения славного города Екатеринбурга, которому большое спасибо, всё прошло отлично. Многие уже посмотрели видеозапись оттуда, она есть на моём сайте, есть в уголке, ну и скоро я открою её для всех на Ютьюбе. А пока что дело, которое, в общем, не терпит отлагательств. Я понимаю, что большинство из вас ждёт, наверное, экспериментов с Линуксом на карманной игровой приставке. По этому поводу я сейчас общаюсь с интересными людьми, изучаю этот вопрос, я ещё не готов представить вам конкретный обзор, но пока что работа ведётся, осталось подождать чуть-чуть, а вот это видео отлагательств не терпит потому, что недавно в России стартовали продажи iPhone 7. И трудно выдумать событие, которое интересовало бы меня ещё меньше, чем это. Тем не менее, курьёзы в интернете по этому поводу забавно читать. Как в Гуми раскупили за первые три часа iPhone, ну, это даже не смешно, а это, пожалуй, скорее грустно. Друзья, любите ближних своих, не надо так сильно любить iPhone. Вот суровые челябинцы не подкачали. В первый день продаж айфонов в Челябинске за ним не пришёл никто. Молодцы. Ну и на этом, пожалуй, мой интерес был бы к этому исчерпан, если бы не тот факт, что я бесконечно люблю анбоксинги, и вы об этом знаете, то есть вскрытие упаковок. Даже если кто-то присылает мне старую аудиокарту, я всё равно с удовольствием на камеру вскрываю пакетик и достаю оттуда старый пыльный девайс. Ну, это моя слабость, наверное, она нравится не всем, кто меня смотрит. Тем не менее, я очень много делаю ради этих анбоксингов. Вот когда у меня шёл цикл игр по Wii U, я за дисками ездил чуть ли не каждые выходные, покупал их, вскрывал на камеру, потом этот проект как-то угас, и у меня осталось некоторое количество нераспакованных игр. Просто я покупал тогда игры не столько для того, чтобы в них играть, сколько для того, чтобы поддерживать интересную мне тему. Разумеется, никакие ролики никогда не окупят тех затрат, которые требуются для создания этого видео, то есть которые требуются для того, чтобы покупать диски. Ну, что ж, ничего не поделаешь, блогерство было прибыльным только в начале 2000-х годов. Я сильно поздно начал этим заниматься, и поэтому, конечно, я не могу себе позволить купить iPhone 7, для того, чтобы просто его распаковать и выкинуть. Но, по счастливой случайности, мой товарищ решил приобрести себе этот аппарат. И его благородству, в общем-то, видимо, нет никаких границ, потому что он предложил этот аппарат распаковать мне. Во имя науки. Ну, что ж, большое спасибо. Не будем называть его имени. И думаю, что всем, наверное, интересно, что же внутри этой коробки, за которой всех так гоняются. Ну, вернее, интересно, наверное, не всем, но я надеюсь, что те, кому неинтересно, те просто не смотрят. Для всех остальных сейчас мы проделаем волшебное действие. Это всегда приятно. Какой бы девайс ни был, как бы я ни относился к этому девайсу, это всегда приятно. И посмотрим, что же внутри этой коробочки. Чуть поближе. Откроем коробочку. Ну что ж, всё достаточно симпатично. Designed by Apple in California. Здесь iPhone нарисован почему-то задницей вперёд. Я вот не помню, на старых айфонах разогрели было так же. Нигде не указано, что это, собственно, седьмой телефон. Вообще ни слова. Но если посмотреть на заднюю часть, здесь написано 256 гигабайт. Содержит iPhone 7. Ну, слава богу. Наушники Earpads с разъёмом Lightning. То, за что так сейчас не любят Apple. Потому что, насколько мне известно, насколько, наверное, известно 7, всем в iPhone 7 нету обычного джека. Ну, сейчас посмотрим. Говорят, его даже сверлят для этого. Тем не менее, здесь же указан адаптер Lightning-порт для наушников. Ну, хорошо, хоть так. Кабель Lightning-USB, понятное дело. Адаптер питания-USB. Поддерживаются. GSM, UMTS, LTE, FDD и TD. Я даже не знаю, что это за стандарты LTE такие. Ну, хорошо. Поддерживается Wi-Fi, поддерживается Bluetooth, NFC и GPS. Некоторые функции доступны не во всех регионах. Ну, и так далее. В общем, стандартный крэп, который все пишут на этих коробочках. Вернёмся во внутренности. Приподнимем крышечку. В этом конвертике у нас куча всяких бумажек. Добро пожаловать, айфон. Написано, как установить симку. Плюс тыкалка для симки. Они бы лучше просто обычную скрепку прикладывали. Тоже бы канал. Руководство пользователя не слишком подробное, судя по всему. Лазерное устройство класса 1 написано, как на сидероме. Интересно, откуда у него идёт лазерный луч. Естественно, ограниченная гарантия здесь же. Две наклеечки. Ну, такие наклеечки можно купить в любом магазине. Наконец, сам аппарат. К нему, наверное, вернёмся чуть-чуть попозже. Внутри у нас стандартная зарядка Apple запакованная в клеёночку. Не будем её распаковывать. Тут и так всё понятно. Многие этот кожух вообще никогда не снимают. И те самые наушники EarPods. Интересный дизайн. Ну, наверное, кто-то находит его удобным. На задней стороне здесь как раз прикреплён переходник с обычного джек-гнезда на Lightning. То есть, всё-таки есть возможность подключать наушники хотя и через переходник. Ну, хотя бы так. Многие переживали, что его в машине невозможно подключить к обычному AUX. В принципе, можно, если вы не потеряете этот проводок. Вообще, в этом айфоне, судя по всему, многое рассчитано на то, что вы будете всё это терять и покупать новое. Даже не знаю, как тут распаковать наушнички. Аккуратно это сделать, наверное, и не получится. Они тут приклеены. Вот так вот примерно это отклеивается. Но тут внутри особо ничего нет. Видим разъём Lightning, который идёт к этим EarPods. То есть, это обычные проводные наушники, идущие в комплекте. Ну, я бы не сказал, что здесь что-то плохое. Нет, вполне симпатичные наушники. Но они ничем особо, по-моему, не примечательны. Смотрим коробку дальше. Естественно, USB-зарядка со стандартным Lightning-разъёмом. Я так понимаю, от Lightning-разъёма на айфоне, скажем, 5 он ничем не отличается. Так что проводок можно использовать стандартный. И, по-моему, здесь больше ничего нет. Не предполагается, что эта штука вытаскивается оттуда. Да. Да, судя по всему, это вот и всё. Вообще, Apple всегда был довольно лаконичен в своих упаковках. Тут приклеена бумажка, защищающая нас от отпечатков пальцев. Удалим бумажку. Спереди на экране та же самая ситуация. Отклеиваем. И вот у нас в руках девственно чистый iPhone 7. Чем-то он мне напоминает Samsung Galaxy Edge. Хотя, хоть у него и немножко закруглённый экран, прямо до торцов он не доходит. Так что тут, Apple, будем говорить, немножко отстал. Здесь, опять же, написано iPhone, никаких номеров. Яблочко, камера, вспышка, детектор освещенности, кнопка питания. Нет, кнопка питания у iPhone уже как-то подруга. Вообще, здесь интересно. Ни одна кнопка не подписана абсолютно никак. То есть, это, похоже, кнопки громкости вперёд-назад. Кнопка питания всё-таки действительно, видимо, здесь. Попробуем включить. Да, он включился, нарисовал яблочко. Здесь дырка под сим-карту. И стандартная аппаратная кнопка включения-выключения звука. Хотя, по-моему, её можно перепрограммировать на что-нибудь ещё. По крайней мере, девайс включился, написал Hello, значит, это, видимо, уже не китайская подделка, внутри которой всего лишь фонарик и из картонки вырезанное яблоко. Телефон с нами здоровается, просит нажать кнопку домой. Нажимаем. Кнопка нажимается очень... Такое впечатление, что весь корпус нажимается. Интересно. Ну, сим-карты нет, согласен. Выберем русский язык, регион, Россия. Россия, Россия, всё правильно. Он прекрасно знает, что он в России, потому что всё-таки эти аппараты регионально предпрошиты для того, чтобы правильно определяться и правильно продаваться. Предлагает выбрать Wi-Fi. Ну, давайте пока, может быть, обойдёмся без Wi-Fi. Судя по всему, он не даст нам ничего дальше настроить, прежде чем мы ему дадим хоть какую-нибудь сеть. Затем он хочет, видимо, к iTunes пробраться. Интересно. Это просто непропускаемый шаг. Ну, ладно. Альтернативные клавиатуры. Ну, как известно, сеть у меня Boccia. Странно было бы, если бы она была какая-то иная. Люди, которые смотрят меня, давно знают, что с этого угла демонстрационного моего стандартного Wi-Fi добивает плохо. Но ноутбуки видят её прекрасно, планшеты прекрасны, Android-телефоны прекрасны. Плохо это работает только в айфонах. Причём, что в четвёртом, что в пятом, что вот, как выяснилось, в седьмом. Ну, не находит он сеть. И хоть ты застрелись. И на этом, видимо, вся процедура активации телефона заканчивается. Нет сети, нет ножек, нет конфетки. Прикольная тема. Ну, давайте попробуем как-то ему сказать, что ли, что... Ну, безопасности нет, но... Сеть-то скрытая. Что-то не способен найти скрытую сеть. Вот аппарат. Чуть что, и сразу проблемы. Попробую подойти с ним поближе к Wi-Fi точке, потом вернусь. Я подошёл с ним поближе, и он реально подключился. То есть проблема была исключительно в том, что я слишком далеко от Wi-Fi точки. Это при том, что здесь практически всё работает и так. Wi-Fi у этого телефона не слишком мощный. Это понятно сразу при первом включении. И без сим-карты он не хочет ничего активировать. Кто-нибудь, объясните мне, зачем обязательно для телефона, для активации телефона, нужна сим-карта? А если я не собираюсь по нему звонить? Если он мне нужен как КПК, это же всё-таки КПК, и не коммунистическая партия Китая в данном случае, а именно карманный персональный компьютер. Ну, нажималка работает. Хоть что-то работает в этой упаковке, и то приятно. Внутри микросим. Где-то у меня должен быть какой-то микросим. Вот такая вот хреновина. Надо её выдавить. Это получается наносим, да, а не микросим. Выдавливаем её из микросим. Подставляем. Смотрим. Совпадает ли она по размеру. Я не понимаю, какой стороной её вставлять. Она почти квадратная. Ага. Очевидно, это делается вот так. Затем надо вставить её поглубже сюда. И вот она стоит уже. Теперь втыкаем её в телефон обратно, если получится, каким-то краем. И... окей. Я вставил сюда сим-карту, которая вообще была куплена в Таиланде. Поэтому интересно, что телефон на это скажет. Естественно, сим-карта никакого доступа к реальной сотовой сети не предоставляет. И оттого будет только смешнее, если телефон всё-таки согласится активироваться. Ещё раз. Россия. Wi-Fi. Теперь он ловит этот Wi-Fi прекрасно, несмотря на то, что он вроде бы там же. Но он ругался, что его нет. Смотрим, что будет. Пока что мы имеем надпись «Активация iPhone». Может занять несколько минут. Службы геолокации. То есть, абсолютно новое меню, которое мы до этого не видели. Ну давай включим службы геолокации, как ты хочешь, чтобы я это сделал. Телефону не нужна сотовая сеть. Ему вообще ничего не надо от сим-карты, кроме как подключения к... Да ему не нужно никакое подключение. Ему от сим-карты нужна только сама сим-карта. И это полнейший абсурд. Вот я очень не люблю, когда какие-нибудь программы требуют что-то из принципа. Особенно, когда этого нету под рукой. Я не хочу заморачиваться своим Touch ID. Можно как-то вот его позже настроить. Спасибо хоть на этом. Дальше. Не надо никакой безопасности. Код-пароль. Ну пусть будет. Все двойки. Да, хочу реально использовать этот код. Его можно угадать. Я это понимаю. Еще раз, все двойки. Ну... Зачем такие сложности? Когда я уже смогу позвонить? Простой вопрос. Android активируется в этом смысле гораздо проще. Ну тут, кстати, интересно. Есть возможность перенести данные с Android. Компания Apple отдает себе отчет в том, что на ее телефоны все еще переходят не только с ее телефонов. То есть не только ее телефоны существуют в мире. Это уже неплохо. Программы и данные. Но я не хочу ничего перен... Так, восстановить, восстановить. Я настраиваю его как новый iPhone. Apple ID. Неужели сейчас мне придется регистрироваться в Apple ID? Можно как-то это сделать? Никогда. Пожалуйста. Как трудно, а? Не использовать. Просто покажи мне... Нет, не надо Siri. Пожалуйста. Не надо Siri. Пожалуйста. И не отправлять никакую диагностику. Начать работу. Спустя сколько минут уже идет это видео? Учитывая, что оно смонтировано. Я, наконец, что-то могу. Пока не могу. Ну... Два... Чего он хочет от меня? Выберите отклик. Коснитесь параметра ниже. Затем нажмите кнопку «Домой» для проверки. Чтобы установить понравившийся вариант, коснитесь «Далее». Далее. Что это было, что это значило, я, честно говоря, не разобрался. Выбрать вид. Пусть будет стандартно. Да, стандартно. Прекрасно. Айфон, добро пожаловать. Начать работу. Неужели? Мы, наконец-то, попали в телефон. Какое счастье. Гараж Бэнд. И тут же снова просят Apple ID. Я очень хорошо понимаю, почему я не люблю айфон. Ну, давайте проверим, что ли, камеру. Камера. Что бы нам в неё сфотографировать? Сфотографировали Рыбакоха. Это не айфон 7+, это айфон просто 7. Камера неплохая, но бывает и лучше у Apple, конечно. Ну, хорошо, хорошо. Если хочется телефон ради камеры, то лучше, наверное, просто камеру хорошую купить. Вероятно, это будет дешевле. Ну, в остальном, это большой набор разного рода приложений. Так что, мне тут добавить особо нечего. Насколько я могу судить, набор приложений вполне типичный. Apple-овский, и ничего особо нового тут не привнесли. Дырки под обычный наушничий джек действительно нет. Хотя, с моей точки зрения, по гаворитам она вполне могла бы здесь быть. Ну, другое дело, что, вероятно, этот айфон настолько начинён внутренностями, что ему просто не хватило места для компоновки разъёма внутри. Дело тут не в толщине, хотя вроде как заявляли, что именно из-за тонкости стараются избавиться от этого джека. С моей точки зрения, это, конечно, неправда. А, возможно, действительно, не за этим изначально игнались и ничего такого не заявляли. В остальном, в общем-то, телефон как телефон, достаточно приятный аппарат. Если вы поклонник продукции Apple, то, наверное, для вас это must have. На этом мой интерес к этой железке абсолютно исчерпан. В общем, тачфон как тачфон. Ну, спасибо, что потеряли время вместе со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok